31 января, День памяти священномученика Евгения Исадского. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Будущий священномученик Евгений родился в 1879 году в Рязанской губернии в семье Диакона. По окончании Рязанской семинарии в 1901 году был рукоположен во священника к Петропавловскому храму в селе Малево. Здесь он и встретил гонения от безбожных властей в конце 1920 года. В 1929 году перед престольным праздником один из прихожан сообщил священнику, что власти не разрешат ему на этот раз ходить по домам верующих с молебнами. Батюшка совершил богослужение на престольный праздник и, как и прежде, ходил по домам, поскольку официального запрета не поступило. В июле 1929 года Евгений по просьбе прихожанина отслужил всеночную у него в доме. Но, придя домой, тот же вечер получил письменное распоряжение прекратить службу в храме и хождение по домам ввиду эпидемии скарлятина. 18 июля, день памяти преподобного Серия Радонежского, служба была отменена. Батюшка пояснил прихожанам, что есть письменное запрещение, но оно временное. Если служба для верующих так необходима, то им надо хлопотать с законным порядком перед властями. После лупашей слухи, что храм закрыли насовсем, и жители села решили ходатайствовать об открытии святыни. Было составлено прошение об открытии храма, под которым подписались все прихожане. На самом собрании многие женщины стали кричать, что церковь им нужна, и требовали от председателя святого совета немедленного ее открытия. Председатель ответил, что для этого нужно письменное разрешение врача. Узнав, что решение зависит от доктора, верующие отправились к нему домой. Последний, увидев возмущенную толпу, дал свое письменное согласие. Тогда и председатель святого совета дал свое разрешение. В храме тут же возобновились богослужения, и казалось, что конфликт исчерпан. Однако местный отдел ОГПУ решил начать следствие по делу массового выступления верующих под руководством священника. 4 августа 1929 года отец Евгений был арестован и заключен в Коломенскую тюрьму. На допросе он изложил весь ход событий в селе, совершенно не подозревая, что это будет иметь для него суперносные последствия. Все вызванные свидетели, знавшие своего пасторя уже почти 30 лет, вполне объективно изложили историю. Обнаружилась полная невиновность священника. Но одна из женщин, привлеченная вместе с отцом Евгением к ответственности, известная своей невоздержанностью в употреблении спиртных напитков и невоздержанностью в поведении, ради смягчения своей участи дала показания против батюшки. И в октябре 1929 года особое совещание при ОГПУ приговорило отца Евгения к трём годам лагерей. Священник Евгений скончался 31 января 1930 года в одном из Беломорско-Балтийских лагерей и был погребен в безвестной могиле. Священномученик Евгений Исадский причислен к лику святых новомучеников и исповедников 17 июля 2006 года. Священник Евгений Исактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова